Борис Филатов на сайт.уа Вчера пущаем, сегодня не пущаем. Знаете, когда встречаешь новостной ленте тексты от Леши Каганчаренко, который, выскакивая из узких брючек и грозя на маникюренным пальчиком, транслирует месседжи об экономической блокаде оккупированных территорий, то сразу приходит ощущение несерьезности происходящего. Потому что известный метросексуал выглядит уж совсем не страшно, не говоря уже о том, что всего несколько месяцев назад Лешики и Ижи с ними захлебывались слюной, обвиняя добровольцев и депутатов-патриотов в негуманном отношении к мирным жителям Донбасса. На Медни я уже писал у себя в фейсбуках, что первыми, кто реально, а не на словах, начал блокировать экономические связи с оккупированными территориями, были бойцы Добрабатов и присоединившиеся к ним народные депутаты. Вспомним историю с гумконвоями Ахметова, которые везли львиную долю своего груза в торговую сеть «Друсничка». Сколько тогда было сломано копии? Штатные обожатели власти, включая лидеров общественного мнения и депутатов от БПП, изошли на кизяки, обвиняя оппонентов в пиаре и политическом скудоумии. Но времена поменялись, поменялось мнение Петра Алексеевича, и флюгера поменяли свой вектор тоже. Увы, ну такова Селяви. Но не будем тратить время на политических проституток, поговорим о более серьезных вещах. Я уже говорил неоднократно и повторяю с который раз, что основная проблема нынешней власти есть отсутствие политической воли, а из-за этой пустоты и проистекает массовая шизофрения, поразившая наших чиновников и парламентариев. Согласитесь, что весьма дико выглядит то обстоятельство, что Кихтенко выступает за экономические связи с оккупированным Донбассом, а Москаль категорически против. И дело не в том, что первый плохой, а второй хороший, или наоборот. А дело в отсутствии внятной государственной политики по этому вопросу. И не только по этому. Петр Алексеевич в первую очередь должен ответить самому себе на сложные, но жизненно важные вопросы. Мы воюем или миримся? Мы торгуем или блокируем? Мы эвакуируем своих симпатиков или бросаем? Оставим сегодня пока обсуждение вопроса воюем или миримся. Давайте обсудим, торгуем или блокируем. Простой пример. Все, включая Наливайченко, кричат о потоках контрабанды, которые крышуют недобросовестные бойцы и милиционеры. А хоть кто-то задумывался, что такое контрабанда? Ведь согласно действующему законодательству, контрабанда – это незаконное перемещение товара вне таможенного контроля. А у нас что, в Донецкой и Луганской области появилась новая государственная граница? Как можно вменять контрабанду жуликам в погонах, если нет состава преступления? Если мы пытаемся остановить торговлю с оккупированными территориями, то давайте делать это не путем пустых политических лозунгов, а, например, путем принятия соответствующего закона. Пусть его подаст в Раду президент или премьер, пользуясь своим правом законодательной инициативой. Давайте расширим в законе понятие контрабанды или будем квалифицировать вымогательства на блокпостах по другим статьям Уголовного кодекса. Но нет же! Мы будем сотрясать воздух гневными речами и командами по телефону. Вчера товар пущаем, а сегодня уже не пущаем. Но закон не подадим. Потому что это политически неправильно. Избиратели не поймут. Россия обидится. Запад осудит. В результате у всех, начиная от губернаторов и заканчивая бойцами на блокпостах, начинается раздвоение личности. Я могу привести еще сотню примеров. Но зачем? Вы все эти примеры знаете. От непонятных пропусков в зону АТО до пенсионного туризма. От невнятного статуса перемещенных лиц до набившей уже все москомину и липецкой конфетной фабрики. Украине нужна политическая воля и гнятная государственная политика, а не пустая болтовня на маникюренных мальчиков в узких штаничках. Вчера пущаем, сегодня не пущаем.